Отопление в доме номер 39 по улице Кремлевской пропало еще в прошлый четверг. Из-за потека трубы аварийная служба полностью перекрыла воду в системе отопления. Самостоятельно провести работы у них не получилось из-за отсутствия специальной техники. Приехала аварийка, поднялась на чердак, посмотрела, что там распаяна труба горячего отопления. Нам перекрыли воду и сказали, что если вам сильно быстро надо, то можете частным порядком вызвать вам, заделают эту трубу. А почему сами не дали? Они нам ничего не объяснили и сказали, у них нет паяльника. Чтобы почувствовать тепло в своих квартирах как можно скорее, жильцы начали обращаться в коммунальные службы. Но те на протяжении четырех дней не реагировали. Вызвали слесарей. 15-80, приехали они, посмотрели, перекрыли нам отопление и четыре дня мы сидим без отопления. Мы обращались и в пятницу, нам обещают завтра, да, придут с 18 до 19 будет ремонт. Прошло четыре дня, никто не приходил. У меня в квартире тепло, 23 градуса за счет того, что работает обогреватель. Работает кондиционер, сколько мы за это все заплатим, я не знаю. Когда мы приехали к жильцам дома номер 39 по улице Кремлевской, чтобы помочь решить проблему, увидели. На адрес приехали специалисты подрядной организации. На вопрос, почему в течение четырех дней проблему не решили, коммунальщики ответили. Это вопрос к мастеру, он отвечает за участок. Но его мы так и не дождались. На подрядную организацию заявка поступила сегодня. Буквально два часа отопление будет пущено. Причина в зоне, то бишь потек в зон, приехала наша аварийка, в течение двух часов сделает отопление. Валерий Калайтан, Андрей Снисаренко, ТВ5 Валерий Калайтан, Андрей Снисаренко, ТВ5 Валерий Калайтан, Андрей Снисаренко, ТВ5